добрый день дорогие подписчики хочу вам рассказать про траву полынь или царская трава и еще называют одна из самых горьких трав в нашей нашей стране полынь горькая ее используют в парфюмерии медицине также как приправу и использует и использует ее еще в настойках абсент это одно из названий полыни настой полыни где используется основном используется именно полынь для настойки этой траве этого напитка что рассказать про эту траву трава и собирают все лето почти все ли это с начала лета и до конца собирают верхушечки также нижние части веточек можно срезать дома посушили собрали траву положили мешочек хранится год два два с половиной используется как настой как сухое как отвары если например для сахарного диабета по по снижению сахара используют берут делают катают шарики закладывают в мякиш в мякиш и хлеба и глотают как пилюли понижает сахар также повышает по аппетит настой именно отвары из полынь используется для повышения аппетита особенно кто плохо кушает хорошо по повышает иммунитет отличное средство от кишечных паразитов это одно из самых лучших которая это сама которая знает человечество полыни находится очень много эфирных масел а также именно вот это вещество absin которая очень не любит именно вот эти вот паразиты кишечные улучшает кишечную флору так что вот рекомендую я сейчас буду собирать тоже для себя домой потому что пока есть возможность надо собирать самое главное скажу ну если показатели противопоказания к этой к этой траве это она считается по сути дела еще и ядовито при больших испуг при большом использовании даже галлюциногенная может быть даже галлюциногенная она возбуждает так что с часто сильно применение и частое применение не рекомендуется потому что она очень сильно возбуждает опять же из-за горечи может быть сильное отравление это все всего надо в меру ну а также еще если вдруг у людей есть аллергия к этой полыни ну я правда не не встречал но все-таки также дома обкуривают например помещение как бы сигаретами из сухой полыни очень хорошо помогает при молях и это сам также вот берете в мешочек вас сложили полы высушили сложили в мешочек положите между шерстяными вещами пусть лежит моль там никогда не заведется что еще поэты попал и не полыни и и много принципе да и и разновидности очень много есть горькая вот это вот например и есть другие она принципе распространена у нас в россии во всех уголках страны так что рекомендую в кулинарии в кулинарии используется для жарки гуся больше нам принципе я не слышал нигде не не это не видел чтобы ее использовали и у него небольших количествах добавляют при жарке гуся чтобы давал был такой своеобразный своеобразный такой привкус ну всем спасибо до свидания ставьте лайки ставьте дизлайки что-то если кто-то знает еще что-то про полынь пожалуйста пишите в личку будет интересно